всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что смотрите это видео мне очень приятно мне очень приятно что вы поддерживаете меня донатами и приходите ко мне на персональную консультацию я бы хотела также чтобы зрители youtube канала подписались ко мне на канал в дзен а все остальные зрители пришли если вам интересно более подробно астрология в мою группу в telegram или в мой канал в telegram сейчас перед вами космограмма виталия кличко потому что я не знаю момент его рождения я часто говорю что не знаю когда родился тот или иной персонаж это не имеется ввиду что я не вижу даты рождения которые доступны в общем доступе то есть в интернете я имею ввиду именно час рождения человека потому что чаще всего об этом нигде не пишется и нужно ректифицировать ректификация это поиск момента рождения человека но поскольку у меня не хватает времени на все потому что кроме того что я веду канал я еще занимаюсь другими вещами в жизни в своей и естественно такие вещи как ректификации я чаще всего упускаю мне просто некогда этим заниматься но сегодня у нас с вами вопрос про виталия кличко и больше всего вас интересует почему у него так много оговорок и причем такие оговорки которые разлетаются потом на множественные цитаты и то что он говорит чаще всего оказывается очень смешными словами прежде всего его речь яркая и об этой яркой речи говорит меркурий вы видите он у него стоит знаки зодиака лев даже если кличко говорит о каких-то очень серьезных грозных вещах то у него это получается в достаточно такой иронично и беззлобной манере и да здесь меркурий больше красноречивый рассказчик чем предупреждатель о каких-то неприятностях но свое веское словцо он тоже может сказать и мы с вами видим что этому способствует марс который в достаточно напряженном отношении стоит к меркурию и также это о чем марс придает человеку уверенности в своих словах уверенности в том что он говорит смелости в своих высказываниях здесь если виталий кличко родился где-то с 11 часов утра по например 23 часа вечера то у него луна прекрасно расположена по отношению к меркурию это говорит о том что человек чувствует то что он говорит то есть он прекрасно чувствует слова в связи с этим у меня возникает такой вопрос они специально ли он нас разыгрывает то есть такая знаете клоуна до которую придумывает человек буквально на ходу и просто-напросто смешит нас всех специально делая из себя не серьезного человека ведь даже если зайти в скорость планета мы видим у его меркурия нет ретроградного положения и у его меркурия есть конечно же напряженный аспект от марса но чаще всего такой аспект напротив помогает человеку привлечь внимание окружающих к его речи я считаю что вам интересно было бы узнать почему он такой известный боксер здесь ретроградный марс тоже с одной стороны негативный с другой стороны очень хорошую реакцию ему дает реакцию непредсказуемую непредсказуемые движения и у этого марса есть напряженный аспект от юпитера тут тоже это огромную роль играет человек берет на себя физическую ответственность гораздо больше чем он мог бы унести что не всегда сыгры и играет на негативную сторону человеческой натуры человеческого физического воспроизведения мы говорим о кличко как о спортсмене в этом отношении и конечно же ретроградность это всегда непредсказуемость в физических действиях это часто играет на руку спортсменам ведь такой ретроградный непредсказуемый марс позволяет человеку выигрывать но и опять же если кличко родился после 11 часов утра то тогда луна прекрасно взаимодействует с его марсом это указание на то что он чувствует прекрасно свои физические ощущения они не вызывают у него душевного дискомфорта наверняка многих интересует когда у виталия кличко закончится его карьера города начальника я записываю это видео 16 марта 2024 года и в данный период времени мы с вами видим как сгущаются тучи над его активностью то есть это марс это то как он себя проявляет и это его конкурентноспособность здесь ему неприятно здесь ему дискомфортно потому что и юпитер и уран могут привести его к скандальной ситуации а еще если как сказанет что-нибудь как он любит как он умеет так он может вообще оказаться ну далеко в не самых приятных взаимоотношениях с окружающим миром то здесь даже по революционным каким-то отношениям по резким переменам по переменам смены власти тоже могут быть некоторые вопросы тем не менее самыми неприятными годами в его карьере могут быть 2027 полностью 2028 начало здесь кстати может быть разлад с его супругой и друзьями то есть я бы обратила внимание на период 26 27 года вот август 2026 не самый приятный июнь 2027 тоже не самый приятный я надеюсь что ответила на ваши вопросы если у вас еще есть что спросить можете внизу оставлять добрые комментарии подписывайтесь пожалуйста в мой цен канал подписывайтесь в youtube канал подписывайтесь в группу и в канал в telegram приходите ко мне на консультацию спасибо большое за донаты я желаю всем вам мира счастья здоровья и звездного позитива